которых турки называли обычно не иначе, как огородниками, свинопосами, презренными геурами. Турецкий солдат возвращался с битвы, где крест низвергнул полумесяц, а вчерашний рай одержал победу. Турецкая пропаганда спекулировала на мусульманском фанатизме, придавая ему все более галтелый характер. Разбитые турецкие воинские части возвращались в Анатолию, ведя за собой массы мусульман-беженцев. Обездоленная голодная толпа должна была считать виновниками своего несчастья не турецкие народы, такова была цель официальной политики. Все это еще более углубляло межнациональную рознь. Македонские, арабские и другие организации, которые вчера рука об руку с младотурками свергли деспотизм Абдулгамида, порвали свои связи с ними, выступили против новых тиранов, их шовинистической политики, с новой силой выдвинули в вопрос национальной независимости, получения автономии в рамках империи или вне нее. В 1914 году Владимир Ильич Ленин в своем труде о праве нации на самоопределение считал неоспоримым, что капитализм, разбудив Азию, вызвал и там повсюду национальные движения, что тенденцией этих движений является создание национальных государств в Азии, что наилучшие условия развития капитализма обеспечивают именно такие государства. Он отмечал, что пестрое в национальном отношении государство, отсталостью считал борьбу угнетенных народов против такого государства прогрессивной. Новый размах приобрело движение сопротивления западноармянского народа. Оно приняло многообразные формы. В то время как на Балканах, в Болгарии, Сербии, Македонии, Фракии, освободительная борьба питалась в течение десятилетий традициями вооруженных войн славянских и других народов, конечно, не без помощи извне. В Армении вооруженные выступления или самообороны армян против преследования резни не получили массового характера. Движение сопротивления не вышло за рамки разрозненных, несогласованных, иногда даже необдуманных выступлений гадуков. В Армении не было мощного восстания, организованного, массового движения в тот благоприятный для борьбы момент, когда цепи от Таманской империи рвались в Африке, Македонии, Албании. Западные армяне не имели столь удобного случая сбросить турецкое иго. Но армянские революционные вожди тогда ничего не предприняли. Решающее слово вновь предоставлялось западноевропейской и царской дипломатии, победе русского оружия, а не массовому народному движению. Армянская компрадорская буржуазия, сконцентрированная преимущественно в Константинополе и Смирне, была связана тесными экономическими узами с английским, французским и вообще западноевропейским капиталом. Она сосредоточила в своих руках значительную часть торговли и финансов Константинополя. Крупная армянская торговая буржуазия не походила на буржуазию, действовавшую в Западной Армении и связанную с народом. Ее мало интересовали социальное угнетение и национальный гнет армянских народных масс. Богатые армянские купцы Константинополя, капиталисты, сплоченные вокруг армянской национальной патриархии, национального собрания по своему укладу, классовым интересом в основном слились с турецкой знатью, к происходившим в стране политическим и общественным событиям они относились с тех же позиций, что и греческие толстосумы или турецкие чиновники-взяточники. Константинопольская верхушка высокочтимых армянских вождей была воистину скверненным очагом, гнездом всякого рода материальных и моральных злоупотреблений пакостей. Армянская знать была равнодушна к национально-освободительной борьбе, демократизации страны и прогрессу. Политическая непоследовательность и моральное вырождение западноармянской буржуазии метко обрисованы в памфлете Ирванда-Океана «Письма купца или искусство быть совершенным человеком» 19L4G. Герой памфлета, армянский купец и толстосум Газмы Фенди Дамианасян Превдолгамиди был монархистом. После переворота 1908 года сразу же примкнул к итихадистам, а после реакционного переворота в марте 1909 года, он вновь со сторонниками Гамида. Образ Газмы приобретает свою законченность, когда он с вновь пришедшими к власти итихадистами выступает апологетом Дашнакской итихадской дружбы. Ерванду Атину удалось создать собирательный образ, который олицетворяет собой духовную нищету, лживость и антинародную сущность армянской паразитической буржуазии Константинополя того времени. Младо-турецкая революция 1908 года, при всей своей половинчатости, оживила общественно-политицескую жизнь в стране. В столице и других крупных приморских городах буржуазные круги вздохнули свободнее. В то время, как армянские вожди в Константинополе предавались разглагольствованиям о единой Турции, в провинции армянский народ по-прежнему влачил жалкое существование, роптал против господствовавшего строя, искал пути к освобождению. Этой поляризацией содействовала и та политика, которую стали проводить в то время в Турции дашнакские деятели, перешедшие к легальной деятельности, как бы достигшие свои цели и примкнувшие к власти молодо-турок. Партия дашнак-цутюн по занятой ею позиции, проводимой тактике отошла от жизненных интересов армянского народа, перестала сопротивляться молодо-туркам, проводившим старую политику преследования армян. Ряд армянских деятелей, тесно связанных с партией дашнак-цутюн, Алладжан, Мартикян и ДР, стали министрами, заняли высокие посты в государственном аппарате. И на этом этапе своей деятельности партия дашнак-цутюн показала, что она является беспринципной авантюристической партией. Партия дашнак-цутюн, которая и сегодня еще претендует на то, чтобы считаться организатором освободительной борьбы западных армян, в действительности своими противоречивыми, недальновидными акциями дезорганизовала их борьбу. Эта партия заигрывала с молодо-турками. В официальном циркуляре своего ответственного органа в Константинополе дашнаки разглагольствовали о том, что из края в край от Таманской империи звучит призыв свободы, равенства, братства. Вчерашняя тюрьма стала свободной страной. В 1909 году дашнакская газета «Драшак, на 4», писала, что благодаря турецкой революции 61-23а и статьи Берлинского договора теряют свою силу, что армянские и македонские вопросы сняты со стола международной дипломатии и становятся внутренним вопросом от Таманской империи. Никем неуполномоченные дашнаки заверяли молодо-турок, что армянский народ и его руководители, не сепаратисты и не увлекаются иллюзиями о независимой Армении. В одном циркуляре говорилось относительно сотрудничества Идтихада и Дашнак Цутюн. Предотвращение расчленения заветной от Таманской Родины является целью совместной деятельности двух организаций. Они должны стремиться на практике развеять оставшиеся в общественном мнении в наследство от тиранического режима и лживые россказни о том, что Армении якобы стремятся к независимости. Они не воссеренимали со всей глубиной человека ненавистнической, антинародной сущности и идеологии тактики молодо-турок. Они не отдавали себе отчета в том, что в лице Талаата и его сторонников они имеют дело с оголтелыми шовинистами, понесламистами, целью которых является насильственное отуречивание национальных меньшинств Оттаманской империи. Известный константинопольский деятель Дашнаков Шахрикян, Атом, пытался найти в критическом анализе книги видного представителя пантюркизма Джалалианурия история упадка Оттаманской империи, проникнутой шовинистическими, человеконенавистническими идеями, пути соприкосновения с младо-турками. Вашим естественным союзником являемся прежде всего мы, заявлял он. Дайте нам вашу руку, не во имя всеобщего исламизма, а во имя Оттаманского единства, во имя права и справедливости. Дайте руку, с искренними и чистыми принципами. Только в этом случае победа будет обеспечена. Он не был против турецкого господства, турецкого облика империи, неделимости империи. Другой деятель этой партии, Акну не убеждал своих товарищей питать безоговорочное доверие к обещаниям руководителей Иттихада. Тот же источник сообщает, что руководители Дашнак Цутюн, постоянно общаясь с главарями Иттихада, держали их в курсе своих планов, настроений, стремясь воздействовать в какой-то мере на государственную деятельность Иттихада. Что партия Дашнак Цутюн оказалась не в состоянии противодействовать антиармянской политике Иттихада и это факт. А то, какую пагубную роль сыграла наивная тактика осведомлений молодотурок о планах и настроениях читатель увидит ниже. Высмеивая эту дружбу между молодотурками и Дашнак Цаканами. Ерван Татьян писал в 1910 году в одном из своих памфлетов, в номере Азатом РТ от 18 августа с удивлением прочли, что Аэр-Союз, Армянский революционный союз полное наименование партии Дашнак Цутюн, Джека, официально признан и утвержден правительством. Что Дашнак Цутюн или Османский Дашнак Цутюн признан и утвержден правительством, в это можем поверить, но что Аэр-Союз, то есть Армянский революционный союз признан и утвержден, это, по правде говоря, заставляет нас почесать в затылке. Далее Атян заключает, что вследствие вздорной бессмысленной деятельности шефов организации, эти два наименования, Армянский революционный, некоторые переделали в Армянский глупой в то время, как резня вода не сорвала перед всем миром маску с лица молодотурок, запятая писала газеты Пайкар, когда кровь десятков тысяч невинных людей возвышала свой голос с протеста, представители социалистического. Дашнак Цутюна выступали в атаманском парламенте в роли мучаливых зрителей, они не хотели обидеть своих союзников, молодотурок. Они были озабочены лишь тем, чтобы провести как можно больше депутатов в турецкий парламент, независимо от того, кто они. В мае 1910 год. На собрании Дашнаков Тарона в церкви Аракелоц, главари Гармин Пайсимон Завариан высказались против вооружения и восстания Армян против молодотурецкого строя. Более того, сразу же после преступления турок в Адане было достигнуто новое соглашение между Идтихадом и Дашнак Цутюн. Согласно этому соглашению, партия Дашнак Цутюн обязывалась защищать новых хозяев Турции от притязаний Абдулгамида, с другой стороны молодотурки обещали провести реформу в Вилаетах, населенных армянами, разрешить земельные вопросы и даже разглагольствовали об автономии. Главари партии Дашнак Цутюн защищали провозглашенный клик и молодотурок девиз общего слияния единого действия. Как отмечала газета Бюзан Дион, руководство партии Дашнак Цутюн, опасаясь армянского общественного мнения, скрыло подлинное содержание этого соглашения. А в Азатамарте опубликовало его искаженный вариант. Небезызвестный Дашнакский деятель Арташес Челингарян, Рубин Дарбинин, писал в начале 1917 года об этом вопросе. Даже резня в Адане, которая вызвала первые ужасные сомнения в сердцах армян в отношении практической сущности молодотурок, не насторожила армянских политических руководителей и не удержала их от сотрудничества с молодотурками. Партия Дашнак Цутюн оказалась в объятиях новых правителей. Другой Дашнакский автор следующим образом характеризует позицию руководства своей партии в условиях молодотурецкого режима. Турция, казалось, предпринимала попытки возрождения, развития по новому пути будущей турецкой Армении в данных условиях было возможно разрешить лишь внутри Турции, по пути союза. Они вне пределов Турции, по пути независимости. Вместе с тем Дашнакские главари, действуя в условиях Турции, не забыли выпестованных ими традиционных средств и весьма скоро, вместе с изменением международного положения, вновь стали уповать на западноевропейскую дипломатию. В армянском национальном собрании Константинополя вопрос об армянских реформах получил одобрение. От имени партии Дашнак Цутюн депутат Шахрикян заявил, что его партия оставляет в стороне свои теоретические стремления, присоединяется к требованиям дня, то есть защищает столь жизненный вопрос переустройства армянских областей. Лео пишет, что в подобных условиях, хотя малумяные талаты продолжали свою дружбу, тем не менее идеи солидарности и сотрудничества, служения общим интересам страны быстро оставали и бледнели. Правда, партия Дашнак Цутюн в ноябре 1913 года формально порвала свои связи с комитетом Этихада-77, но в действительности до начала 1915 года продолжала поддерживать отношения с турецкими погромщиками, прибегнувшими к открытым антиармянским репрессиям. О неверной, вредной позиции партии Дашнак Цутюн в то время дают представление приводимые ниже отрывки из рукописи учителя армянской школы Новороссийска Горегина-Сиранина. Вот как он оценивал в октябре 1912 год. Крах тактики, проводимая этой партией. Наша армянская интеллигенция в Турции показала свою полную незрелость, детскую наивность, подружившись с самого начала с младотурками. Следствием этой дружбы явилось то, что, как нам известно, в короткий срок младотурки ознакомились со всеми нашими тайнами. Взвесили все, обследовали нас с ног до головы и в конце концов сказали, уходите, ибо мы больше не нуждаемся в вас. Только тогда наши пробудились от литургического сна, но все уже было завершено и кончено. Теперь возникает вопрос. Разве они, представители армян в Турции, не могли заранее стеречься, не поддаться обману, держаться подальше от них, молодотурок, и покрепче завязать узел мешка с тайнами? Для того, чтобы поступить таким образом не надо было обладать гениальным умом, творческой мыслью, чтобы проникнуть вглубь вещей, а только осмотрительностью и не более. Стремление младотурок все централизовать, отуречить давно уже было известно всем, об этом неоднократно говорилось в армянских и иностранных газетах. И если младотурки не смогли полностью притворить свои принципы, то это произошло благодаря реальным условиям в Турции, наличия многочисленных разноплеменных и центробежных народностей и шаткое положение нового правительства. Неправильность нашего пути и успех политики младотурков Завильность нашего пути и успех политики младотурков заключались в том, что они сумели пустить пыль в глаза армянской интеллигенции Турции, дать право на открытие армянских гимназий, признать в судах армян, применяя восточное лицемерие и называть армян и фенди, да и то только в губернских городах, и тем самым усыпить их на некоторое время. Кто следил за последними событиями в Турции, тот несомненно пришел к выводу, что оружие, направленное против иноплеменных подданных рано или поздно должно было быть направлено и против нас, армян. Точка-точка-точка разве стоило подружиться с партией, которая своими подвигами не отстает от гамедовских деяний, петь ей осанну, сообщать все тайны и даже настолько поступить по-детски, что выразить желание отменить с таким трудом добытую 61-ю статью. Хотя бы последняя резня вода не должна была насторожить наших. После всего этого наши вновь не пробудились. В ближайшем будущем, когда турки направят оружие против главарей нашей партии, станут еще более очевидными неправильные позиции нашей партии. К этому выводу я пришел, ознакомившись с реальной жизнью Турции. Союз. Заключенный Дашнаками Саттихадом, осуждали в свое время многочисленные армянские общественные и политические деятели Турции, рамквары, гончакисты, беспартийные. Этим союзом особенно были недовольны высшее духовенство Константинополя, богачи, пользовавшиеся определенными привилегиями при старом режиме. Партия Дашнак Цутюн, примкнувшая к правителям, претендовала на роль вершителя судеб западных армян, угрожала позициям старого режима. В нано-1.4 журнала «Анаид» за 1908 год Аршак Чапанян развивал мысли, что младотурки не признают прав нетурецких народов в Турции, что они используют Конституцию для того, чтобы окончательно похоронить армянский вопрос. Определенный интерес представляет оценка народного героя Андраника, данная им Дашнакской и Тихацкому сотрудничеству. Он писал, провозгласив в 1908 году уже Конституцию, турки сумели обмануть Европу и привлечь революционеров. Люди, известные как революционные идеалисты, со всех сторон устремились в Константинополь, породнились с преступниками, стали их товарищами, забыв о сотнях тысяч наших жертв. Публично стали кричать, что они отныне османцы. В первые дни провозглашения Констипи я увидел Малумяна, Акнуни, который находился в Болгарии, р. Зардарина и Вагна, которые потом были повешены в Киликере. Очень просил их не ехать в Константинополь, сказав, что турки готовят большую западню для нас. Не послушали меня и отправились. После этого началась борьба за кресло турецкого парламента. Несколько преподавателей, которые довольствовались ранее, получая два золотых в месяц, стали получать пятьдесят золотых. Были устроены пиршество с товарищами Талатами и Энверами, которым были раскрыты все имевшиеся тайны. Примерно за пятьдесят дней до резни в Адане я с фальшивым паспортом прибыл в Константинополе и встретил там Акнуни, Вард Гессе, Зардарина и других шефов Дашна Цутюн, в течение. Целых пяти часов меня хотели убедить, что младо-турки не позволят более ни одной резни. Я утверждал обратно и говорил. Не верю, эти звери опять будут резать нас, их деяния ложь, вы обманываетесь и обманете наш народ. Никогда не оставляйте идеи самообороны и готовьте народ в этом направленное. На персидской границе стоят сто шестьдесят тысяч вооруженных. Кордов. Младо-турки не обезоружили их и сохраняют для того, чтобы при удобном случае дать им устроить резню армян. Тогда Малумян обратился ко мне и сказал, какой ты письмист, никогда не видел, чтобы хоть немножко был оптимистом. Тогда же Вард Гесс предлагал мне познакомиться с Али Пашой, который тогда был шефом полиции Константинополя. Расспросил, разузнал и понял, что это тот самый Али Паша, который устроил резню населения Талворика Сосуна в церкви, а затем приказал поджечь церковь. Али Паша трижды сражался против меня. А теперь хотели, чтобы я протянул свою руку к его окровавленным рукам и сказал. Вчера мы сражались, сегодня будем друзьями. С обычным для меня гневом ответил на все это и сказал, прок познали, но не обманывайте хоть народ. И, сказав им оставайтесь с добром, отправился в Египет. Не прошло и сорок пять дней, как узнал, что Талааты ему подобные придали резни Арминаданны. Тогда же написал гневное письмо Акнуни, говоря, кто же был прав, я со своим пессимизмом, или он, с оптимизмом. 61. 56. Знаете же, добавил, когда подвернется повод, товарищи Талааты вырежут и вас. Когда писал эти строки не мог представить себе, что в это же время Дашнак Цутюн подписывал соглашение с Эдтихадом в Салониках. Красноречивые депутаты от партии Дашнак Цутюн, приняв и согласившись с решением о распространении воинской обязанности на христиан, уже доказали, что являются верными османцами. Воистину, Дашнак Цутюн не сознавала, какую громадную ответственность взяла на себя как единственная крупная политическая организация. Она не проявила творческого подхода и в этот раз, когда вновь и вновь стоял вопрос о жизни и смерти армянского народа. Она вновь продолжила старая, гайдукскую организацию и уже сотни раз опороченной культы Европы. А какую позицию по отношению к младотурецкой власти заняли гончакисты? Эль 2 сентября 1908 год реорганизованные гончакисты официальным заявлением выразили свое восхищение младотурками, которые вчера мужественно боролись против чудовищной тирании и сегодня продолжают быть непоколебимыми поборниками свободы. Младотурецкая революция признавалась солидарным и собирательным движением, прекращалась программа вооруженного восстания. Заявляли, что реорганизованная партия гончак является сторонницей сохранения целостности оттаманской империи, не имеет какого-либо сепаратистского стремления и цели. Ставился лишь вопрос, чтобы уважались и охранялись религиозные и просветительские привилегии армян. Гончакисты также решили легализироваться, отвергнуть любую идею отделения от конституционной Турции. Однако, заметив вскоре, что турецкие националисты и выразители этого национализма, политические деятели Сознательно стремятся денационализировать находящиеся в Турции национальности и растворить их в турецкой нации под общим названием «Османов» или «Османской нации». Гончакисты на своем ВЛ-съезде, 1910 граммов, решили решительно бороться против этого направления. Несмотря на это решение, они продолжили свою полулегальную деятельность до 1913 года, выдвигая ряд буржуазно-демократических требований. Гончакисты критиковали антиармянскую политику турецких правителей, показывали, что они сделали постоянным политическим принципом уничтожения народов, в частности, армян. Таким образом, ужасный гнет и резня стали запланированной традиционной политикой, к которой султаны обращались всякий раз, когда хотели уничтожать стонущий под их режимом тот или иной христианский народ. Антииттихадистская деятельность гончакистов проявилась более определенно в решениях влесъезда партии Гончак, состоявшегося в ноябре 1913 год в румынском городе Констанца. Съезд подчеркнул, что партия Иттихад-Ветерак воплощает в себе воинствующий турецкий национализм со всеми его атрибутами, запретил своим органам сотрудничать с ней в каких-либо областях, решил приложить усилия к тому, чтобы вызывать ее ослабление, распад и свержение. Съезд поставил задачу установить тесные связи с организациями и партиями других национальностей, противоборствующих младотурецкому режиму, в частности, с албанскими, арабскими и греческими силами. Впоследствии эти решения попали в руки Талаату, гончакистские организации были обнаружены, их руководители брошены в тюрьмы и повешены. Подвергая критике младотурок и сотрудничавших с ними Дашнаков, гончакисты, однако, на практике не смогли повести национально-освободительную борьбу армянского народа по правильному пути, совершенно не вникнув в соотношение социально-политических сил Турции. Гончакисты, в свою очередь, заключили союз с такими силами страны, которые не имели отношения к борьбе за прогресс и демократию. Таковой была партия Уриет Вейет Теляф, Свобода и Согласие, созданная на основе распавшейся партии Ахрар, организовавшей вместе с Гамидом контрреволюционный переворот. В 1909 год, руководители партии Свобода и Согласия впоследствии, в 1913 году, были повешены младотурецкими диктаторами. В социальном аспекте эта партия выражала интересы реакционных землевладельцев и крупных собственников. В ее рядах состояли также армянские и греческие компрадоры. Партия Уриет Вейет Теляф стремилась использовать недовольствование турецких народов империи официальной шовинистической политикой, а также внешнеполитические затруднения младотурецкого правительства и этим путем достичь успеха в борьбе за политическую власть в стране. В противоположность младотуркам, которые уже определенно придерживались Германии, и теляфистов в большинстве были англофилами. Эта партия, написав на своем знамени в демагогических, спекулятивных целях требования об административной децентрализации атаманской империи, автономии национальных областей, стремилась использовать поддержку гончакистов и других организаций нетурецких народов. Партия гончак, заключив соглашение с подобной буржуазно-помещичьей партией и утвердив его на своем втором делегатском собрании в Турции, поручила своим организациям притворять это соглашение в жизнь. Не останавливаясь в отдельности на восьми статьях этого соглашения, в которых весьма туманно говорится о предстоящих реформах в атаманской империи, отметим лишь вторую статью, которая свидетельствует об уязвимости политической линии гончакистских лидеров. Сформулированная в указанной статье мысль о том, что целостность атаманского государства и защита Конституции является желанным для обеих сторон. Следовательно всякое стремление отделиться от государства и всякое антиконституционное движение решительно отвергается и ясно показывает, что гончакисты в этот период, до 1913 года, также не выдвигали вопросы независимости или автономии для западных армин, делая тем самым бессмысленной ту борьбу, которую они провозгласили и вели в Турции, начиная с 90-х годов прошлого столетия. Разве не является доказательством этого тот факт, что они считали буржуазно-феодальную партию и теляв сравнительно более левой, представляющей прогрессивные принцелы и были солидарны с ней в вопросе проводимой в стране политики. Когда партия гончак приняла решение прибегнуть к революционным средствам борьбы против турецкого правительства, создать в различных районах страны органы и комитеты, то уже были потеряны драгоценные годы. А принятым решением было суждено остаться на бумаге, поскольку именно в эти дни было достигнуто соглашение между действующими в Турции армянскими партиями, западное бюро Дышны Цутюн, центральный распорядительный орган СД, партии гончак в Турции, центральный конституционно-ранковарский клуб, о совместном действии в вопросе об армянских реформах. Таким образом, политика армянских партий, действовавших в Турции, писал в свое время о Зурабян, описав громадный круг вокруг турецкой революции, вновь вернулась к своей исходной точке. Они вновь пришли к политике осуществления своих целей вне народа и без его согласия, с помощью сил извне, которые были проникнуты не только эти партии, но и, главным образом, либеральная интеллигенция. Солидаризируясь в зените общественной и политической борьбы с реакционными и антиармянскими течениями Турции, отказавшись от достижения подлинной Независимости, Дашнаки дезориентировали освободительные устремления западных армян. Независимо от позиции этих армянских партий, их бессмысленных, и вредных сделок, западноармянское население вместе с другими угнетенными народами Турецкой империи выражало недовольство младо-турецким режимам, который не предприняв никаких прогрессивных начинаний, продолжал и углублял антинародную политику, основанную на шовинистической идеологии исключительности турецкой нации. Младо-турецкая власть продолжала старыми средневековыми методами осуществлять свое господство над порабощенными народами, носителями древней и богатой культуры. Подобно тому, как в прошлом турецкие завоеватели не только не сумели ничего прибавить к унаследованному ими, но и затормозили общее культурное развитие завоеванными страны, ныне этот процесс продолжался. Угнетенные народы мало чему могли научиться у завоевателей в области культуры и просвещения, земледелия и ремесел. Турецкая школа, культурные очагини обладали притягательной силой, могущей преодолеть стремление угнетенных народов к самостоятельному развитию. Это обстоятельство толкало младо-турок на проторенную Гамидом и его предшественниками тропу, что вызывало беспокойство и возмущение народов, томящихся в турецкой тюрьме. Чем больше углублялось разочарование конституционным строем, шовинистической политикой и тихадистов, тем больше отворачивались от турецких. Государственных органов армянские общественно-политические круги, они приходили к выводу, что и в условиях этого нового режима Армении обречены на постепенное исчезновение, что неприкосновенность жизни. Имущество, честь армянина не может быть обеспечена в рамках турецкой государственности. В. Гордливский писал в августе L913G, в газете «Русские ведомости», что население уже утеряло былую веру в молодо-турок, постепенно слышатся все более и более громкие жалобы на их господство. В июле 1913 год, во время Второй Балканской войны, военачальник турецкой армии организовал беспощадную резню армян и других христиан в оставленных болгарами городах Радоста, Малгара и Мириафита. Только в Радоста было вырезано 700 человек. На запросы патриархии, Григора Зограба и других Талаат отвечал одинаково, не имеем сведений. С другой стороны, он отдавал распоряжение удалить оставшихся армины занятых областей. Кровопролитие в Радоста не могло. Разумеется, не повлиять, не нанести новый дар по политической линии дашнаков, сотрудничавших с молодо-турецкими палачами. Партия Дашна Цутюн теряла свою роль руководителя, на которую она претендовала. Национальные деятели думали о том, каким образом можно обеспечить физическое существование народа, избавиться от призрака резни, который вновь приобретал реальные очертания. Не абстрактные рассуждения. А ход событий убеждал людей, что отныне нельзя ждать ничего хорошего от турецких правителей. Многие прибегали к беженству, покидали страну. А. Мандельштам доказывает, что мероприятия молодо-турецкого правительства были направлены на то, чтобы вызвать массовую эмиграцию христиан. Выводы комиссии, созданные после вмешательства великих держав в связи с выселением греков из Малой Азии, подтвердили действия итиходистов, направленные на то, чтобы вызвать искусственную. Эмиграцию и заселение земель высланных крестьян турками. Тяжелые условия жизни, политические терроры и преследования еще более усилили эмиграцию армян, принявшую большие размеры при Абдулгамиде. А. После резни 90-х годов США, Египет, на Балкан эмигрировало около 200 тысяч человек. Если в 1903-1907 годах только в США эмигрировали 9 тысяч армян, то в 19 миллионах 81 тысяча девятистах 13 гг. Это число перевалило за 28 тысяч. Только весной 1913 год из Харпута эмигрировали в США л-300 армян. Эмиграция происходила во многие страны мира. Особенно массовой была эмиграция армянских трудяшихся на Кавказ, оттуда, в самые различные районы России. Очень многие уповали на помощь извне, мечтали освободиться от турецкого ига по примеру балканских народов, связывали надежды с защитой и покровительством Европы и России. В период балканских войн еще более укрепились основы русской ориентации и армянского народа. Эта ориентация стала реальной надеждой западных армян на освобождение от османского гнета. Этому способствовала также официальная политика русского государства. Точка-точка-точка-точка Россия не только может, но и обязана взять на себя славную миссию освобождения несчастного армянского армянского народа провозглашала газета «Новое время». Известный западноармянский писатель, публицист и юрист Григор Зограб в январе 1913 год четко выразил мнение западных армян на роли России в судьбах армянского народа. Он говорил, наша главная опора в армянском вопросе – это Россия, по праву соседства и по степени заинтересованности. Он был того мнения, что не следует опасаться гнета царизма и по этой причине избегать влияния России. Обосновывая эту свою мысль, Зограб говорил, что армяне не будут лишены возможности развиваться в условиях русской политической власти, к тому же Россия – страна молодая, государство с будущим, и тот гнет, о котором так много говорят, не всегда будет господствовать в России. Таким образом, Григор Зограб связывал судьбу западных армян с будущим России, в которой будет устранен гнет. Другой западноармянский деятель так говоря он также говоря в те дни о русской ориентации западноармянского населения, считал, что русофильская тенденция стала господствующим настроением. Что голоса людей, настроенных против России звучат диссонансом в общем хоре стремления к России, что русофильская политика сейчас популярна среди турецких армян. Путь, избранный нами, говорил так говоря он, является не только результатом нашего собственного образа мысли и восприятия положения вещей, но выражением настроения всей нации. 26 ноября 1912 года посол России в Константинополе и М. Гирс сообщал министру иностранных дел, что в Турции повсеместно усиливается стремление армянских масс к России, что это чувство симпатии проникло также в западноармянскую буржуазию и интеллигенцию. Посол сообщал, что русские консулы Вани, Баязете, Битлиссе, Эрзеруми и Трапезунде единодушно подтверждают симпатии всех без исключения армян к России. Так, например, вице-консул Вани сообщал, что все Армения ныне на стороне России, искренне желает прихода наших войск или реформ под контролем России. Вице-консул Баязете сообщал, что Армения, все без различия партий, весьма враждебно относятся теперь к Турции и очень желает протектората России и оккупации ей Армении. Далее посол сообщал, что посетившие его Зограб и Мартикян заявили, армянский народ не видит ныне никакого иного выхода, кроме обращения к России, которая одна может спасти его из ужасного положения. Они указали, продолжал посол, что армянский народ утратил веру в действительность каких бы то ни было турецких реформ, хотя бы даже под европейским контролем, неудачный, по их мнению, исход македонских реформ. Свидетельствуют о невозможности добиться каких-либо ощутительных для населения результатов при сохранении турецкой администрации. Поэтому они полагают, что армянский народ мог бы быть спасен только более радикальной мерой, а именно русской оккупацией армянских вилоедов, притом оккупацией не временной, а постоянной. В свою очередь, посол считал необходимым дать как католикосу, так и патриарху в Константинополе уверенность, что императорское правительство склоняется на просьбу армянского народа и окажет ему, в случае надобности, возможное покровительство. Такое обещание, хотя бы сформулированное самым общим образом, дало бы турецким армянам надежду на нашу помощь в случае новых погромов и избиений и могло бы удержать их от немедленного обращения к державам. В случае дачи нами такого общего обещания, мы могли бы даже под рукой дать понять армянам, что настоящий момент не считается нами подходящим для выступления общего характера. Переходя затем к формам, в которые могло бы вылиться предполагаемое наше покровительство турецким армянам, продолжал посол, я должен заявить, что наша оккупация армянских вилаетов, о которой мечтают многие армяне, представляется мне в настоящий момент преждевременной. Но вступая на путь реформ в пределах турецкой империи, не следует забывать о печальной участи закон об армянских реформах 1896 года и создать прочные гарантии для предполагаемых улучшений в армянских провинциях, поставив эти улучшения под действительный контроль наших или европейских агентов. При этом нужно, однако, считаться с возможностью, что присуществующие ныне в Турции анархии, реформы не внесут ожидаемого успокоения и быть готовым к тому, что вступление наших войск в эти области окажется быть может необходимым. Впоследствии, в августе 1915 год, после убийства Григора Зограба, русский дипломат Нератов отмечал, что покойный отличался своей преданностью России. Он обратился к Русскому послу в Риме с просьбой через послов нейтральных государств Константинополя позаботиться о вдове и сестрах Зограба, которые остались там после того, как в январе 1913 год армянское национальное собрание Константинополя решило незамедлительно потребовать проведения реформ с гарантией держав. Русская дипломатия установила более тесные связи с западноармянскими и национальными деятелями. Константинополь посещают многочисленные русские государственные, политические деятели. Сведомые по поручению Министерства иностранных дел России столицу Оттаманской империи посетили член Государственной думы Пападжанов, историк Н. Адонс и другие. Октябриста Гучков, Кадет П. Милюков и другие встречались с видными западноармянскими деятелями, выясняли их настроение. А последние стремились развеять то напрасное сомнение, которое имело русское правительство. Думая, что армяне, соединившись с другими кавказскими племенами, питают идею установления отдельной кавказской власти, то есть отделения, они старались доказать, что сохранение и процветание армян как на Кавказе, так и в пограничных атаманских провинциях не только не будет угрожать русским интересам, но и соответствует этим интересам. В армянских общественно-политических кругах были убеждены, что разрешение армянского вопроса невозможно без России. Если Россия захочет, в особенности если она получит содействие других государств, армянский вопрос будет разрешен, если же Россия не захочет, нельзя ожидать никакого ощутимого результата, если даже другие государства захотят этого. Армения находится прямо на границе с Россией и нельзя представить, что без воли последней какая-либо попытка реформ имела бы положительный результат. Ни одно государство не заинтересовано так в отношении Армении, как Россия, это, непреложный факт. А. П. Милюков и другие подтверждали, что положение армян в Анском Санджаке и в соседних местностях, сплошь или в большинстве заселенных армянами, нам не может быть безразлично. Местности эти важны экономически, как рынок сбыта, и стратегически. П. Патриарх Завин во время встречи с русским консулом Верзеруме Адамовым в октябре L-913-G. На вопрос консула о том, какая из держав более близка и полезна армянам, ответил, «Ни одно государство из западноевропейских не заинтересовано так в существовании армянского народа, как Россия. Чем скорее придет Россия, тем лучше для нас, армян, поскольку мы не успеем исчезнуть в Турецкой империи, но со своей стороны мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы облегчить ее задачу». Во время одной проповеди, прочитанной в Верзеруме, патриарх заявил, что без вооруженной борьбы, путем покорного подчинения невозможно достичь самостоятельности, что не надо бояться нового кровопролития, а с оружием в руках добиться свободы. Но турецкое правительство, опиравшееся на широкую сеть тайной полиции и шпионов, не дремало. Оно готовило новое злодеяние против армянского народа. Итиходистское руководство рассуждало следующим образом, «Армянский народ, подобно балканским народам, стремится освободиться от атаманского господства, после потери Ливии, Албании, а затем Македонии, надо всеми средствами предотвратить потерю восточных областей. Поражение на Балканах встряхнуло и ожесточило турецких шовинистов. Они стали обращать особое внимание на укрепление своих позиций в Восточной Анатолии. Это должно было совершиться за счет национального и физического существования западной части армянского народа. . . . . провинции, населенной армянами, писала петербургская газета «Новое время», представляет узел, связывающий малоазиатских турок с русскими закавказскими татарами и, вообще, обуславливающий. Возможно из дальнейшего развития оставшихся в руках турок провинций. Если Армения будет тюркизована, то Турция может рассчитывать на сколько-нибудь приличное существование, в противном случае, малоазиатские владения турок распадутся так же, как распались их владения на Балканском полуострове. Ошибочно односторонняя точка зрения, согласно которой внешние затруднения привили младо-турка мобильную националистическую заразу. Отметим, прежде всего, что младо-турки с самого начала были шовинистами, они стали более оголтелыми не только от внешнеполитических затруднений, а, в первую очередь, от той внутреннеэкономической конкуренции, которая обострилась после Конституции между сравнительно слабой турецкой буржуазией и греческой и армянской буржуазией, имевшей прочные связи с европейским капиталом. Греческая и армянская буржуазия обладала прочными позициями не только в приморских городах Константинополя, Измирия, турецкая буржуазия уступала армянской буржуазии и также в восточных вилаетах Анатолия и Евкилики. Даже в конце 19 и начале ХХ века, отмечает советский турковый КФ Миллер, турки чрезвычайно слабо участвовали в развитии в стране капиталистического уклада. В промышленном производстве, банковском деле, крупной внешней и внутренней торговли преобладали иностранные иноплеменные капиталисты. Незначительным было и количество рабочих турецкого происхождения. Таким образом, формирование основных классов капиталистического общества, буржуазии и пролетариата, происходило в недрах османского феодализма без активного участия турок. Ните экономики страны находились преимущественно в руках греческой и армянской буржуазии. Турецкая крупная торговая буржуазия, выросшая и окрепшая еще до империалистической войны, и запятая писал М. Павлович. Состоит, главным образом, из греков, армян и левантийцев. Процесс формирования турецкой буржуазной нации протекал значительно медленнее, чем в других многочисленных народностей империи. Для того, чтобы была ясна позиция буржуазии различных национальностей в развитии капиталистического уклада страны, обратимся к цифровым данным. Разумеется, последние не могут дать абсолютно точную картину о положении вещей в этой области. Однако, даже приблизительное сопоставление дает представление о соотношении сил. Советский исследователь Габи Дулин, опираясь на данные 1915 года, а они уже могут быть не в пользу армянской буржуазии, приводит следующие цифры. 50% капитала промышленных предприятий, текстильных, пищевых, бумажных, деревообделочных, керамических, металлических и других заводов, принадлежала греческой буржуазии, 20%, армянской, 5%, еврейской, 10%, иностранцам и 15%, турецкой буржуазии. 60% турецкой импортной торговли, 40% экспортной торговли, 80% внутренней торговли производилась посредством армянской торговой буржуазии. В Севасском, Себастье, Вилоете, который состоял из провинции Севас, Токат, Амасия, Шаппинга-Расихар, из 166 купцов, возящих товар, только 13 были турками, 12 греками, а армян было 141. Из 150 купцов, занятых вывозом товаров, 127 были армянами и только 23 турками. Из 9800 мелких торговцев и ремесленников 6800 били армянами и только 2555 турками и 150 представителями прочих национальностей. Из 150 заводов 130 принадлежали армянам, 20 туркам и зэ, ковровые фабрики, иностранным или смешанным компаниям. Из 17700 рабочих 14000 были армянами и .тд. Из другого источника узнаем, что в Западной Армении армяне держали в своих руках более 86% торговли, 69% разной индустрии. Что касается лавочников и ремесленников, то 79% их были армянами. Армянские школы составляли 84% от общего числа школ. Соответственно велико было количество армянских учащихся, хотя они и не пользовались государственной помощью. 785 учреждений просвещения были армянскими и имели 82 тысячи учащихся, в то время, как число турецких школ достигало едва 150 и имело всего 17 тысяч учащихся. Что касается курдов, то они фактически не имели учебных заведений. А.Ф. Мясникян в одном своем докладе, прочитанном в декабре 1913 год в Москве, отмечал, что, хотя армянское население в Севасском Гвилаете составляет 35%, но армянские торговцы составляют 85% всех торговцев, ремесленники 70%, 85% капиталистических предприятий принадлежит армянам, 80% рабочих – армяне. Такая же картина наблюдалась и в Ванском Гвилаете, где в руках армян было сосредоточено 98% торговли. Ювелиры, мебельщики, портные, ткачи, сапожники, металлисты, плотники, каменщики и представители других профессий были преимущественно армянами. Большое число специалистов, врачей, юристов, архитекторов, провизоров и прочих, приходилось опять таки на армян, а число турок было незначительным. Что касается рабочего класса, то было бы ошибочным полагать, что не турецкая буржуазия эксплуатировала только турецких рабочих. В заводской и полупромышленной жизни было охвачено больше не турецких пролетариев и полупролетариев. По данным советского истории А. Миллера, в начале ХХ века в Турции едва имелось 40-50 тысяч пролетариев, среди которых турки составляли меньшинство, например, из 2500 рабочих константинопольской табачной фабрики только 200 были турками. Турецкий историк Люд Фереща отмечает в исследовании «История рабочего класса Турции», что младо-турецкое правительство топило в крови забастовочное. Движение рабочих, препятствовало первым шагам профсоюзного движения. Османский рабочий класс, пишет он, встретил Первую мировую войну совершенно изолированным, лишенным своих рабочих и политических организаций. Буржуазная революция, произведенная младо-турками, была, по характеристике Владимира Ильича Ленина, враждебно начинающейся пролетарской борьбе в империи атаманов сегодняшней Турции. Рорбах, Армения имеет значительно большие значения, чем это можно предположить по их количеству, нет никакого сомнения, что они с интеллектуальной и материальной точки зрения являются самым деятельным элементом. Армянин наделен такой энергией и стойкостью, которые противоречат всему тому, что мы привыкли видеть в качестве восточного облика 118. Корень всех зол в том, признавал в своих воспоминаниях свергнутый султан Абдулгамид, что ни один асманец не работает для создания реальных ценностей. Асманец привык быть господином и оставлять труд другим. Он живет и веселится. Наша молодежь думает, что она не может стать кем-либо иным, кроме чиновников-офицеров. Спустя несколько лет после введения Конституции стало очевидно, что тенденции укрепления экономических позиций турецкой буржуазии после революции уступают по своим темпам усилившимся темпам развития армянской и греческой буржуазии. Турецкая буржуазия, состоявшая в основном из арендаторов государственной десятины, рамки, управляющих вакуфными поместьями, чиновников, военнослужащих и лишь в незначительной части, из завода владельцев и купцов, продолжала осуществлять первоначальное накопление капитала преимущественно путем взяточничества, без наказанного грабежа, и все еще была весьма слабой, чтобы в более или менее нормальных буржуазных условиях соперничать с гибкой и опытной Буржуазии других наций Турецкая буржуазия унаследовала и всякий раз обращалась к средневековым методам султанской кровожадной бюрократии, придавала экономическому соперничеству окраску политической, национальной борьбы, не брезговала применением против экономического противника грубой силы. . . . Армине, давшие своей среды группы торгово-промышленной буржуазии, за сравнительно короткий срок усвоили европейскую культуру, вырастили европейски образованную интеллигенцию, покрыли страну сетью культурно-просветительных учреждений, по-европейской поставили литературу и печать. Это стремление встречало препятствия не только со стороны империалистических государств, но и, что очень естественно, со стороны правителей турецкого государства, которые с тревогой следили за армянским движением в сердце азиатской Турции, Восточной Анатолии. Армянская буржуазия, достигшая сравнительно высокого экономического уровня, естественно выступала за осуществление провозглашенных турецкой революции и буржуазных преобразований, заинтересованной стороной укрепления капиталистических отношений, наведения порядка, обеспечения гарантий неприкосновенности личности и имущества. Подобное стремление имело, в своей основе, прежде всего, социальное содержание, было направлено против феодальных отношений, против гамедовских институтов деспотизма, но вследствие усиления турецкой шовинистической политики это стремление приобретало окраску борьбы за национальные права. Это противоречие приобретало характер борьбы между молодой турецкой буржуазией, бюрократией, феодалами, с одной стороны, и угнетенными христианскими народами, с другой, раздвоенность углублялась еще более. Потому, что турецкие правители воспринимали экономическую борьбу с шовинистических позиций. В ответ на это армянские буржуазные партии также повели свою борьбу с национальных позиций, строили на этой основе свою политическую деятельность. Правящая младо-турецкая клика стремилась преодолеть культурное и экономическое господствование турецких народов. Турецкая бюрократия, господствующие классы... никак не могли примириться с той мыслью, что армянин может иметь равные с ними права, обращаться в суд, требовать законности и справедливости, требовать вернуть свои поместья. Если это положение будет продолжаться, думали они, то они, Армяне, станут хозяевами всей империи, оставив нам, туркам, номинальную власть. Возрождение армянского народа, писала в эти дни газета «Новое время», вредно для интересов турецкого государства. Реформы в армянских провинциях компрометируют развитие Турецкой и Малой Азии в пантюркском духе. Для того, чтобы выиграть соперничество, укрепить... Позиции турецкой буржуазии и младотурецкие правители стремились консолидировать национальные силы без классового различия, и направить их против своих противников. Это подтверждает Герберт Адамс Гиббонс. Армянский элемент, писал он, с самого начала стал представляться младотуркам серьезной опасностью. Младотурки стали преследовать армян точно так, как их преследовал Абдулгамид, полагая, что они могут играть чересчур заметную роль в возрождении Турции. Конституция, которую Армения приветствовали как зарю своего политического освобождения, почти сразу же стала их смертным приговором. Побеждала не тенденция сближения буржуазии и демократических сил Турецкого и других народов империи, против феодальных производственных отношений, деспотических институтов, против отсталых религиозных обычаев и невежества, а господствовавшая турецкая каста, которая, опираясь на молодую турецкую буржуазию, протягивала руку паразитической гамедовской администрации, феодально-клирикальной реакции, запитая против буржуазии и других народов, против демократии и прогресса вообще. Как отмечал английский автор Джозеф Бёрд, после того, как младотурки уступили главарям религиозной оппозиции, фанатизм у масс, стали считаться с ними, они охладели в отношении преобразований и продолжили дело старого режима. Следовательно, турецкие буржуазно-помещичи и режим должен был объявить войну всем тем народам, которые превосходили внутри империи турок по своей экономической инициативе, владению ремеслами, опытом в области земледелия, системы образования. Несмотря на бесправное и угнетенное положение, это превосходство еще больше усиливалось при конституционном строе. Поэтому турецкие правители стремились экономически ослабить армян, поставить их в бесправное положение. Тенденция развития армян ужасала правителей-шовинистов Турции. Их приводило в бешенство то обстоятельство, что в условиях равной экономической и политической жизни турки не могли соперничать с армянами, греками, евреями, арабами. Только ликвидации соперника можно было обеспечить будущие турок. Последние не имели никакого превосходства, кроме сосредоточенных в их руках армии и других рычагов государственного управления, опираясь на которые можно было насильственно обеспечить господство турок, меньшинства всего населения империи, над другими народами империи. В документах Конгресса Млада Турок, состоявшегося в 1911 году в Салониках, говорилось, рано или поздно должна быть осуществлена полная тюркизация всех нетурецких элементов. Ясно, что этого нельзя достичь лишь путем убеждения, надо использовать также силы армии. Было решено или полностью уничтожить миллионное армянское население, или во всяком случае настолько ослабить его политически и экономически, чтобы армяне перестали быть препятствием на пути тюркизации. Людвиг Декантанцен в своей книге «Реформу в азиатской Турции». Армянский вопрос отмечает то обстоятельство, что армяне с большим успехом пользовались возможностями, предоставленными турецкой буржуазной конституцией и тем самым вызывали к себе недоверие турок. Он отмечает опасения турок потерпеть поражение в экономической и политической областях и заключает, эти причины привели турок к мысли о применении в отношении армян старой классической системы восточных завоевателей, ликвидации населения и населения, одно существование которого было угрозой для них. Народы, достигшие более высокого культурного и экономического уровня, были именно тем препятствием, насильственным преодолением которого надо было достичь осуществления турецкой реакционной идеи о создании однородного, одноязычного и единоверного государства. Так думали турецкие великодержавные шовинисты. Исследователь легко замечает, что от природы националисты, молодотурки постепенно становились все более разнузданными, решали не останавливаться ни перед чем, насильственно обратить в мусульманство, отуречить или искоренить не турецкие народы. Османизм-низм в национальном вопросе, самая глубокая реакционность в сфере социальных отношений, и, наконец, крайний милитаризм в области внешней политики, такова политическая формула молодотурецкого режима. Среди правящей турецкой шовинистической верхушки становилась господствующей та точка зрения, что Болгария, Румыния, Сербия, Черногория, Албания, Македония и другие страны остались бы в составе оттаманской империи, если бы их предшественники в свое время отуречили или положили бы конец физическому существованию народов этих стран. Турецкие тихадисты, взявшие на себя миссию спасения империи, этой тюрьмы народов от гибели, считали, что в этом вопросе Абдулгамид и другие султаны допустили непростительную ошибку, и полагали, что еще. Можно кое-что спасти из руин. Следовательно, заключали они, надо лишить не турецкие народы всех экономических позиций, раздавить и уничтожить их, держать над головой этих народов обнаженный меч, поселить на армянских землях 200 тысяч турецкого населения, переселенного с Балкан, и тем самым положить конец поводам для вмешательства Европы и царской России, сохранить целостность деспотической империи, распадающейся под ударами национально-освободительного движения угнетенных народов. Такой политикой они стремились, прежде всего, нарушить однородную населенность армянами Западной Армении, смешать их с турецким, курдским населением, достичь того, чтобы уничтожить само понятие Западная Армения, заменить его наименованием Восточная Турция или Восточная Анатолия. Тем самым должен был быть осуществлен погромный девиз о меньшинстве армян, выдвигавшейся турецкими тиранами в течение десятилетий. Таким образом, власть молодотурок стремилась обеспечить в империи господство государственности турецкого меньшинства, из 28 миллионов населения страны турки составляли только 8 миллионов, над другими народами. Конечно, молодотуркам с самого начала были свойственны ярый национализм, и понесломизм, и понтюркизм. Но во время революции 1908 года их взгляды были завуалированы демагогической болтовнью о равенстве всех наций. Младотурки прибегли к совместным действиям лишь с целью общими силами свергнуть ненавистные султанские деспотические режимы и создать конституционную монархию, обеспечив гегемонии турецкой национальной буржуазии как в политической, так и в экономической жизни страны, оттеснив на задний план буржуазию армянскую, греческую, арабскую. Наряду с трескотной относительно совместного свержения деспотического режима Абдулгамида разглагольствованиями о необходимости установления дружбы в особенности с армянами, наряду с заявлениями о том, что все мы, османцы, все мы, дети одной родины, центральные органы и птихответе раки направляли своим местным исполнительным организациям тайные решения и инструкции совершенно противоположного характера. В рядах этой партии в 1908 году насчитывалось 75 тысяч членов, а в L-909 годы, уже 100 тысяч членов. Эта многотысячная организация унаследовала идеи турецкого шовинизма и стала распространять и укоренять их среди турецкого населения. Довольно быстро были преданы забвению громкие фразы времен переворота 1908 года. Лозунг «Братство» сменялся братоубийственными действиями. Понесламизм – это религиозно-политическая идеология, преследовавшая цель укрепления позиций ханов, помещиков, мул и прочих, в. И Ленин – не удовлетворяла боли молодотурок. Ведь арабы и другие мусульмане империи стремились освободиться от турецкого ига. Предпринимая попытки сглизиться с арабами, молодотурки хотели создать в государстве мощный исламский блок и тем самым укрепить свое господство. Но эти старания завершились неудачей, поскольку ислам был уже не в состоянии предотвратить направленное против Турецкой империи национально-освободительное движение арабов. Абдулгамид завещал своим последователям, «Основой всего нашего государства является религия. Если кончится идея объединения ислама, кончится и наше государство». И действительно, ислам уже не был в состоянии обеспечить единство и безопасность турецкого государства. Была выдвинута и принята на вооружение идея Турции для турок, то есть политика, согласно которой подлинными гражданами Родины провозглашались только те, кто были турками, или стали бы турками, слились бы с ними. В августе 1910 год Талат говорил в одной из своих речей, «В Турции может идти речь о равенстве перед законом». Только тогда, когда завершится тюркизация всех элементов населения. В нашей стране нет иной нации, кроме османской, армянской нации не существует. В Турции есть лишь одна нация, османская нация и такие идеи официально поощрялись государственными органами. Младотурецкая пропаганда провозглашала турок высшей нации, считала их самым способным и самым смелым народом, созданным для господства. Пантюркисты сели ненависть к другим народам. Этот путь считался единственным для достижения единства и национальных целей турок. Идеологи пантюркизма понесламизма Текин Альп, Зигек Альп, Джилаль Нюри, Акчура Аглу Исуф, Ахмед Агаев и другие воспитывали турецкую молодежь в духе человеконенавистничества, расизма, исключительности турецкой нации и ненависти к другим народам. В решениях, принятых Салоникским съездом молодотурок, эти идеи воинствующего турецкого шовинизма получили развитие и приобрели конкретное выражение. В этих решениях прямо говорилось о превращении Турции в подлинную магометанскую страну, об обеспечении господства мусульман даже в тех районах, где они составляют меньшинство. Мусульманство должно было стать всеобъемлющим, влияние других религий должно было быть ликвидировано, не турецкие партии запрещены, не турецкие народы, лишены права организации, создание политических партий, таковы выдвинутые съездом положения. Наряду с этим главари молодотурок требовали приложить все усилие для того, чтобы лишить не турецкие народности недвижимого имущества, в особенности земельной собственности, ослабить их в финансовом отношении и усилить за их счет турок. Согласно получившей на съезде одобрение резолюции, отвергалось официальное признание какого-либо языка, кроме турецкого, турецкий язык должен был господствовать и содействовать ассимиляции других национальностей. Игнорируя наличие в стране арабов, армян, греков, курдов и многочисленных других национальностей, резолюция пренебрежительно считала их ничтожной величиной. На страницах печати правительство призывало заставить не турецкие народы говорить только по-турецки. На этом съезде уже было принято решение стереть с географической карты название Армения. Таким образом отрицать наличие национального вопроса, игнорируя то обстоятельство, что наряду с повышением национального сознания турецкого народа повышается и национальное самосознание других народов, молодотурки перенесли на реальную почву вопрос активной ассимиляции нетурецких народностей империи. Государственные органы, турецкая печать, военные власти строили свою деятельность, исходя из этого шовинистического принципа. Неотложной задачей дня стало удаление христиан из государственных учреждений и замена их турками. В одном из циркуляров, составленном для курсантов военного училища, прямо подчеркивалась необходимость воспитания их в духе гордости за свои преимущества. Турок все являются ныне оттаманскими гражданами, заявляли младотурки, и поэтому нет нужды создавать специальные учреждения для отдельных народностей. Учреждения должны быть едиными и государственными, то есть чисто турецкими. Мевлан Задерифата отмечает, что руководители молодотурок стремились сделать турецкий элемент господствующим над другими, предоставить ему исключительное положение и, ликвидировав или уничтожив других, создать чисто турецкое государство один. Маргентау отмечает, что разрабатывались практические планы тюркизации армянских юношей, выдачи армянских девушек замуж за турок, ликвидации армянской нации. Видно, и тихадистский деятель доктор Назанбей говорил накануне резни в Адане, государство должно быть исключительно турецким, существование иноплеменных элементов является поводом для европейского вмешательства, надо насильственно отуречить их. Он считал, что надо сочетать идею понесломизма с пантюркизмом, что должно было стать краеугольным камнем деятельности молодотурок, воодушевлять их с практической точки зрения. Пропаганда превосходства турок, их господствующего положения приобретала изо дня в день все больше размах. Ярый идеолог воинствующего пантюркизма Акчура в основанном им в 1911 году константинопольском журнале Турк Юрду, Турецкий дом, систематически проводил идею о том, что Османской империи угрожает опасности, что проповедью солидарности разных народцев, обветшалыми религиозными понятиями ее спасти нельзя. Единственным средством он считал неограниченное господство турок над другими народами империи. Турки, говорил он, господствующая и повелевающая нация, она создана для господства. Другой ярый пропагандист тюркизма, Зигел Кальп, проповедовал в своих стихотворениях ненависть к другим нациям, сеял вражду между народами. Он заявлял, тем, кто не с турками проклятие от меня. Фактически ему принадлежало теоретическое обоснование политики уничтожения западных армян во время войны. Предпринимались практические шаги для использования мусульманской веры в целях пропаганды и пантюркизма, предания религии национального, турецкого духа. Поставив новый режим под защиту ислама, молодотурки постепенно удалились от своих прежних позиций в отношении светского государства и вскоре, подобно султану Абдулгамиду, стали понесламистами. Они видели в исламе лишь ту силу, которую необходимо было иметь с собой, а не против себя. Для этого агенты Талаата начали появляться там, где раньше строили свои козни агенты султана Гамида. И отсталые каноны священного шариата, которые были созданы для бедуинов времен пророка Магомета, по-прежнему продолжали давить политическую жизнь турецкого народа. Подобный поворот молодотурок в сторону шариата сопровождался их возвращением к гамедовской политике в отношении христиан и иноземцев. Младотурецкая пропаганда доказывала, что тюркизм не является противником ислама. Наоборот, он выгоден и полезен как туркам, так и всем мусульманским нациям. Это – необходимость века, необходимость обоснованная и научная. Единство турок является единством обширной части мусульманства. Это единство должно встретить одобрение и поддержку всего понесламистского мира. Был переведен и впервые опубликован на турецком языке в журнале «Ислам Меджмуаз Коран», что до тех пор строго запрещалось и считалось большим грехом. Внедрялся обычай становиться лицом при молитве на восток, к Турану. Между тем, по традиции было принято смотреть на юг, в сторону Аравии, родина Магометанства. Турецкие шовинисты, осуществляя каждое мероприятие, для укрепления своего положения среди мусульманской массы обращались к вере, обосновывали свои шаги Кораном, заигрывали с мусульманским духовенством. Так, например, во время обсуждения в турецком парламенте вопросы об эмансипации турецких женщин прогрессивные предложения оставались глазом вопиющего в пустыне, поскольку молодотурки породнились с реакционным духовенством, искали союза с ним. Таким образом, мусульманский фанатизм сочетался с турецким шовинизмом. Разнузданный турецкий расистский национализм не имел предела. Не случайно, что после молодотурецкой буржуазной революции в Константинополе возникло общество Магометанское Единство и было восстановлено понесло Мистское общество Просвещение. Младотурецкий режим не предпринял никаких радикальных мер по преобразованию школы, ликвидации ее религиозных основ. Домашнее воспитание в убийственных условиях гаремной жизни традиционно сочеталось с школьным образованием, пронизанным религиозным обучением. Все это дополнялось привитием турецкого шовинизма молодежи, воспитанием ее в духе ненависти к другим народам, проповедью мусульманства и национальной исключительности. В этих целях Министерство Просвещения создало в школах специальные союзы. Это означало, что воинствующий турецкий национализм опирался на мусульманские массы, находившиеся во власти невежества, отсталости и религиозного фанатизма, углублял расслоение населения по национальному и религиозному принципу, сплачивал вокруг себя турецкие классы и группы, обладавшие разными экономическими и социальными привилегиями, и направлял их на осуществление своих внутренних и внешних политических целей. Вновь основанный союз Ени-Лисон, новый язык. Со своим органом Генч Калимлер требовал молиться по-турецки, отказаться от арабских словосочетаний, от имевшихся в турецком языке арабских и персидских слов. Союз Ени-Айад, новая жизнь, с органом Ени-Фелсефи, новая философия, вел проповедь расовой турецкой исключительности. На страницах печати, в новых литературных произведениях в публичных выступлениях упоминались и восхвалялись Аттела, Агюз, Чингисхан, воспевал Сатуран, их историческая родина. Государственная казна выделяла большие средства на шовинистическую пропаганду. Ярким примером того, что и турецкая интеллигенция стремилась угодить шовинистической политике правящих кругов является тот факт, что ученые из турецкого храма науки, турк Белгидерни и не пытались приписать ванским надписям турецкое происхождение. Эта академия, основанная в 1913 году, развернула широкую деятельность по созданию чистого турецкого языка, турецкой националистической литературы. Один из главных теоретиков пантюркизма, Зига Кальп, в своей книге «Основы тюркологии» требовал объединения всех тюркоязычных народов. Этот воинствующий шовинист вместе со своими единомышленниками пытался доказать исторический турецкий тезис, согласно которому именно турки создали и распространили первую в мире цивилизацию. Согласно их лингвистическому турецкому тезису, турецкий язык являлся первоисточником, протоязыком всех языков мира. Отсюда они приходили к тому выводу, что поскольку началом всего является турецкий язык, протоязык всех языков, то турецкая раса является господствующей расой. Тот же Геокальп ставил вопрос об объединении в нацию 100 миллионов турок, имея в виду татар, узбеков, якутов и другие народы. Он писал, что идея Турана в прошлом была не иллюзией, а действительностью. Что она является великой родиной, которой суждено в будущем стать действительностью. На этой шовинистической основе велась практическая работа. В те дни вывески на улицах Стамбула, бывшие до тех пор на французском языке, заменены были турецкими. Пишите на турецком языке. Такое требование выставлялось армянским лавочникам, имевшим вывески. Особенно ирую националистическую пропаганду вело созданное в 1912 году в Константинополе турецкое студенческое общество турка-чаги, турецкая семья, которая за короткий срок создала 60 филиалов национальных клубов в разных частях Анатолии, а также на Кавказе и в Туркменистане. На мероприятиях этой организации в Константинополе присутствовали и как правило, члены турецкого правительства. Членами организации могли состоять лишь турки. Основным содержанием их сборищ, мероприятий, лекций была «Российская проповедь исключительности турецкой нации, ее господство». Интеллигенция, сплоченная в турка-чаги, отмечает А. Миллер, доказывала необходимость разработки подлинного турецкого языка, повышения национального самосознания турок, развития турецкой литературы и искусства. Но, наряду с этим младо-турки подменяли национальные идеи расистскими и, выражая стремление турецкой буржуазии и помещиков, сразу же направили турка-чаги по пути пантюркизма, то есть шовинизма. Эти клубы стали центрами пропаганды и подчинения турецкому господству всех турок от босфора до Алтая. Подобную деятельность развернула также организация «Турецкая сила», эмблемой которой был «Белый волк». Благодаря деятельности этих организаций, осуществлению политической линии тихадистского правительства в удивительно короткий срок вся интеллигенция стала верующими, убежденными, оголтелыми пантюркистами. Тесные связи установились между молодотурками и партией Масават, созданной азербайджанской буржуазией в 1911 году. Главарь последний раз Сулзади включился в пропаганду лозунгов исламизации и тюркизации. В 1913 году было созвано собрание пантюркистов в Байазете, на котором присутствовали тот же Рассулзади, Топчебышев, Ахмед Агаев и другие. Поражение Турции на фронтах, ее тяжелые потери, упадок ее авторитета обрекали на провал разработанную младотурками политику тюркизации внутри страны. Это делало их идеологию, еще более наступательной, еще более реакционной, более непримиримой в отношении нетурецких народов империи. Одновременно на первый план выдвигался пантюркизм, который более ярко проявился накануне в ходе Первой мировой войны. Один из главарей Тихада доктор Назамбей заявлял, что султаны по своей преступной слабости допустили, чтобы в завоеванных ими странах проживали, развивались аборигены, вместо того, чтобы политикой тюркизации слить, растворить их в благородном турецком народе. Говоря о поражении турок на Балканах, он считал, что после этого следует обратить внимание на Анатолию, на восток от которой имеются безграничные возможности для развития и расширения турецкого государства. Не забывайте, говорил он, что наши праотцы пришли из Турана. Турана. Народ и молодежь, которые из-за следующих друг за другом поражений и неудач, кажутся, преданы отчаянию. Развитие в этой точке зрения во многом содействовал западноевропейский, в частности, германский империализм, который, как мы это увидим в следующей главе, подходил к событиям в Турции с антирусских позиций. Один из идеологов турецкого шовинизма Тикин Альп в своей книге, опубликованной в 1915 году в Германии, дал обстоятельную картину преследуемых итиходистами целей, их действий. Вот эти цели, новые завоевания на Востоке, объединение тюркских племен, проживавших в различных странах мира, по его посчетам. От 60 до 70 миллионов человек, освобождение их от иноземного господства и объединение в едином турецком государстве, подавление сопротивления других наций на пути осуществления этих планов. И какие фантастические масштабы! На севере, от Волги и Камы до Европейской России, на востоке, до Турана, Алтае, Монголии и Персии, на западе до Северной Африки, Туниса и Марокко. Пантюркисты направляли в эти страны своих тайных агентов, вели энергичную пропаганду об объединении турецкой расы, стремились починить эти страны влиянию Стамбула. Естественно, что при наличии подобных намерений фантастических планов.